итак друзья мы встретили с вами опять очередное видео я хочу рассказать и показать о нуклеусах как я делаю и осмотрим мои нуклеусы как они работают если там матки плодные или не плодные у меня всегда записано в журнале каждый нуклеус имеет 4 отдела посмотрим 4 отдела 1 2 3 4 они у меня пронумерована если я стою с этой стороны меня как говорится идет отчет 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 короче всего 12 нуклеусов я не делаю их специально я делаю их по ходу работы по развития моей пасеки как это происходит первое я отставляю матку старую которая сеяла чтобы мне заменить ее я ее отставляю в этот улик отставляю одну рамку или две с расплодом для сохранения этой матки а там в его вывожу или подставляю туда потом маточник или вывожу свечевые через свечевые матки в общем вот такой процесс значится сейчас посмотрим первое тут у меня записано что где какая матка стоит допустим это вот меня первый нуклеус сейчас проверим что у нас здесь есть я буду по ходу действия пояснять так первый отдел у меня должна быть тут молодая плодная матка которая начала сеять яйца сейчас посмотрим если это я вчера осматривал сегодня просто для видео хочу показать существует тут так вот тут у меня стоит одна рамочка вполне достаточно чтобы она облеталась окажется по ходу действия с этой стороны и не видно с этой стороны видно вот она маточка бегает вот она вот она маточка бегает она уже начала класть яйца я уже проверял вот там яйца видно но сейчас темно после дождика их не видно не это плодная маточка я записал уже что она начала класть яйца вполне достаточно медок есть видите запечатаны вот тут залитый напрыск и уже начала класть яйца все мне хватает и с этой стороны видите немножко пчел хватает даже трути не один лазит вот он он его видно тоже вот он один труд труд им даже умудрился сюда примаститься как говорится и медок вот как видите вот это вот медоку то тут есть вот для начала мне хватить главное чтобы матка было мы ее забираем если чем и подставим сюда раз плотик на выходе эта семья продолжает существовать здесь суть есть как говорится ну летная пчела которая поддерживает жизнедеятельность этой семьи вот закрываем смотрим следующий что у нас следующем начматка запасе есть в любой момент мы ее можем посадить куда хотим вот плодная из номера 3 а сюда я поставил старую матку которая была у меня в улике номер 3 она сеет ее можно в любой момент в любое поставить место где у нас пропала матка или отрутовила семья в общем где нам нужно даже хоть в отводочек сделать но я хочу заменить эту матку на другую и на тихую смену к так сказать вот видите я ее засевчиком поставил вот этот засевчик запечатаны здесь яички вот наприск вот здесь идет вот она маточка бегать видите вот она вот она мне почти по каким-то причинам ну не нравится ну хочу то есть скажу по каким причинам она мне не нравится она не нравится мне по тем причинам что это ранние вывод маток которые не всегда бывают благополучные то есть в тот момент когда природе не сильно много взятка и они не сильно такие качественные как можно сказать медленно развивается семья и тому подобно а сейчас более подходящий период когда мы можем это самое сделать хорошее развитие хорошую матку но она сеет я ее поставил на всякий случай про запас если мне надо сюда поставить маточник я убираю эту матку у меня появились хорошие маточники я его расставлю сюда между рамками вот так вот подставляю между рамками через два часа эта семейка принимает маточник сто процентов у меня никаких проблем нету то есть эта семейка мне быстро создается вытащил рамку с маткой и рамку с медом воткнул сюда желательно рамку с матком и с маткой и с открытым расплодом там молодая пчела мало слетает я сразу открываю ли ток очень мало слетает смотрим следующую семью что у нас здесь сейчас я посмотрю дал маточник вот тут стоит маточник посмотрите его поставил вчера только он еще не не на вышел так сказать вот он закрыт и они об между двумя рамочками поставил вот он вот так вниз стоит он закрыт и я не буду расковыривать их потому что он они при прицепили до одной рамки до другой рамки немножко погодя дня через четыре я посмотрю вышла матка или нет вот таким образом здесь матку забрал дал маточник так сказать смотрим что у нас четвертым это я оставил сюда маточник рамку с маточником тихо от семьи тихая смена вот по центру вышла матка сейчас проверим все это ночи нет я видел что она вышла да она засеет засевчик хороший вот ну я думаю вряд ли ты его увидишь сейчас темно и надо солнышко тучки нашли не видно но я вот вот это запечатанный частично засевчик а там это самое яички их просто напросто не видно может приблизь поближе я думаю что вряд ли будет вот где же это а вот маточка бегает вот она это маточка тихой смены ее поставили на замену маточник я взял забрал а старая матка осталась то молодая матка вышла здесь вот она не может развернуться на полную мощность сеять потому что мало пчелы и если она попадет в семью топчел телы будет но я будет кормить и она разовьется на полную мощность и так она у меня плотно я знаю что это за матка смотрю сразу на засел хороший засел нетрутневый значит она мне уже годится и так очень хорошо когда у вас есть возможность проверить нуклеусы этот нуклеус готова посмотрим следующий нуклеус что у нас в следующем нуклеусе вот этот у меня идет по счету два по ходу действия как я их делал матка плодная из номера 11 вот я отставил сюда матку плодную номер 11 сейчас мы посмотрим вот рамочка была у меня вот одна рамочка была вот они даже тянуть стали чуть-чуть потому что надо поставить вторую рамочку просто рамочку отставил это у меня так сказать самый аварийный случай отставляете вытащили рамочку вам не тяжело с расплодом посмотрите здесь очень хорошо расплод вот посмотрите вот печатный расплод видите вот засел это я забрал матку сразу с номера 11 там я хочу вывести другую матку и с этой стороны расплод пожалуйста смотрите видите запечатаны и молодая пчела успела тут выйти сейчас попробуем найти матку где она тут припряталась а в этой куче в этой массе пчел так сказать с этой стороны не вижу может с этой стороны ее видно будет а вот она вот она пожалуйста посмотрите видите она мне почему-то не сильно понравилось но она сеет еще неплохо видите вот она маточка видите она плотно то есть любой момент она у меня в запасе есть летная пчела здесь я маточку забираю не рамку забираю а маточку сажаю клеточку ну сначала я проверяю на рамки в той семьи вынимаешь той семьи куда хочу подставить где у меня нету матки два часа или три часа она без мать точная потом вынимаю рамочку может сутки она стояла без матки или двое суток ставлю маточку на на вешаю на плечики на гвоздики пускаю матку вот эту плотную беру закрылочки и пускаю на до той семьи и смотрю если семья мирная она ее сразу обступают группой лежит если семья агрессивно они сразу на нее напрыгивают изгибаются пытаются ужалить пытаются грызть за крыло за ногу я конечно сбиваю пальцем забираю эту матку пускаю на место сюда она здесь сохраняется понятно значит то семья не хочет воспринимать и она немножко здесь сохраняется успокоиться потом я ее сажаю в клеточку несколько пчел в клеточку туда сажаю 5 6 и ставлю в эту семью я знаю что там матки нету закрываю и смотрю как они реагируют обычно принимают потому что принимает матка свой запах и они принимают обычно смотрим что у нас во втором следующем ноклеусе здесь у нас написано так матка есть пока не плотно возможно что она и оплодотворилась а ну мы глянем вот тут у меня тоже рамочка стоит вот приклеили сейчас мы отпустим этот нуклеус на 2 рамочки мы можем и вторую всунуть я посчитал что сейчас тепло им хватает на временно так сказать чтоб сохранить матку вот вот тут у меня был маточник тихой смены посмотрите вот видите матка вышла они его стали уже разрушать маточник этот вот и вот это на преску нас тут вот наложено они его сохраняли по центру это считается матка тихой смены была очень хорошая сейчас я погляжу есть она тут чинету вчера я смотрел она была может сегодня на облёт летала да не прилетела и такое может быть вот то есть а вот она вот она бегает смотрите вот она вот нет она еще никуда не летала видите задок маленький у ней небольшой вот вот она бегает засева еще нету так что подождем подождем пока она облетается это матка тихой смены с маточником я ставил рамку с маточником поставил я на других видео показывал как это я ставил рамку и все вот они тут и пожалуйста вывели матку тебе себе облетались и нет проблем смотрим следующий это нас дал закрытый маточник сюда сейчас погляжу приняли чине приняли вот да что то тут у них вот непонятно сейчас погляжу да один маточник разгрызли я дал и второй маточник они один маточник разгрызли значит возможно матка вышла сейчас я погляжу что здесь а аккуратненько попробую его отодвинуть вот поглядим раз один маточник разгрызли то второе не значится еще возможно матка вышла да 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 похоже что вышло а ну-ка глянем снизу сейчас 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 она ведь нет еще не вы а вот она бегает вот она смотри вот она молоденькая вышла вот он видите красавица какая вышла вышла а маточник был закрыт и она такая черно-черно-серая очень красивая маточка видно да видно вот она вот она бегает вышла вот она вышла значит через пять-десять дней в течение пятидесяти дней она облетается и так хорошо мы можем отметить что маточка вышла то есть в такой семье где вышла маточка мы можем ее в любой момент забрать когда она плодотвориться и поставить куда нам надо бы на вот есть значит что мы делаем берем записываем и говорим что под номером три раз два три у меня было написано дал закрытый маточник а тут мы пишем матка вышла окей а маточник закрыты зачеркиваем вот и все мы будем знать что она вышла смотрим следующее что четвертый номер у меня написано матка плодная из номера 2 пожалуйста мы можем глянуть что у нас творится это я вчера отставлял вот сейчас проверим как она тут это самое ну сколько пчел и слетела сколько осталось вот смотрите нормально осталось пчелы вполне достаточно обогреть расплод как видите с этой стороны и с этой стороны расплод вполне нормально можно обогреть обогревается молодой пчелой смотрим следующую рамку эту пока поставим я тут матки не вижу где она убежала а вот она бегает видите вот она маточка бегать видите она плодная все это все медовая рамочка с напрыском вот она видите плодная видно это плодную маточку я отставил и так в этой семье у меня будет поддерживаться развитие вот уже будет часть летной пчелы даже если там 30 копчел или или штук 50 они уже сохранят маточник если меня есть маточник я могу подсунуть сюда когда заберу матку отсюда через два часа я подсовываю маточник и они его запросто принимают никаких разговоров потому что они потеряли так сказать матку и так это у нас был номер два нуклеус мимо сейчас накроем посмотрим следующий нуклеус этот нуклеус я сделал вчера у меня здесь смотрим что у нас тут стоит на первом номере у нас идет плодная из номера девять сейчас мы посмотрим как они тут сколько пчелы слетела вчера отставил я рамочку вот и посмотрю что у нас тут осталось вот я рамочку просто отставил рамочку с пчелой и с маткой вот и вот смотрите пожалуйста расплодик печатный вот видите печатный расплодик это оставшаяся пчела медок тут есть напряжки есть вот с этой стороны я не вижу матки с этой стороны что-то на так резко дергаются бегают принятую матку сюда поднимают ага что-то матки я не вижу может она пропала что-то они так агрессивно дергается затки поднимают да видите посмотрите внимательно видать матки нету видите как агрессивно затки поднимают видите вот прям 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 это говорит что матки нету надо срочно сюда подставить маточник эта семья сохранилась а вот а с маткой какая-то проблема произошла я смотрю не мая и и так друзья значит мы понимаем что это одна надо семье дать у нас есть запасные маточники я залезу попозже свою семью где у меня маточники выражу маточник поставлю этой семье и она будет работать и так я значит записываю номер три значит надо дать маточник то есть это ну плюс под номером три первая позиция маточник дать все это необходимая быстрая работа которую надо сделать вы видели как ведут себя агрессивно пчелы они поднимают затки это говорит о том что матки нету по каким-то причинам они или она вылетела через лет из леток ну захотела назад вернуться или еще какая-то причина вот посмотрим следующий что у меня на следующем матка плотно из номера 19 я забрал сейчас погляжу я всегда подписывать какого улика забрал потому что иногда нужно назад вернуть там что-то случилось вашей семьей матка не прилетела и длительное время он семья не должна оставаться без матки и они старую матку могут и через месяц принять и никаких проблем не будет посмотрите на эту семью эта семья ведет себя спокойно видите тут также расплод есть вот он видите вот чела обсижут обогревает его вот очень спокойно себя ведет эта семья никаких проблем здесь нету видите смотрим с этой стороны где тут маточка а вот она маточка это маточка прошлогодняя мы ее подпускали когда помните я показывал видео как подпустить матку вручную это я 100 из 7 забрал матку эту куда я подпускал и она я ее поставил вот она маточка на плотно она сеет видите крупная все ну я хочу там вывести другую матку которая была бы помоложе это мне не нравится она мне кажется очень медленно разгон дает она сеет хорошо когда разгонится все хорошо и так это плотная маточка мы ее посмотрели смотрим следующий что у нас написано матка плотная из номера 12 поглядим и этот вулик что у нас это нуклеус тоже рамочку отставил как видите с расплодом и так это самый простейший вариант берете отставляете с молодой пчелой с расплодом вместе с маткой рамочку в отдел и вы ничего не теряете вот как видите здесь у нас есть пчела спокойно ведет видите расплоту ту часть вышла часть открытого расплода червячки здесь я накрывал клеточку матка была в клеточке временно поэтому пчелы здесь выгрызли она не могла сеять вот смотрим маточку где она есть шоссе они бачу ну сейчас поглядим но семья спокойно она должна быть где-то здесь семья спокойно вот могли здесь и и припрятать шоссе ее не вижу вот она бегает вот она вот она вот она красавица поджал на ту сторону вот она вот она вот она смотрите внимательно сюда вот она видите это матка этого года вывелась а но я решил ее заменить вот она видите и так семья спокойно матка бегать здесь на одной рамочке видите то есть это плотно я знаю она но я хочу ее заменить то есть вот это семейство они будут сохранять это поддерживать молодая пчела выйдет они поддерживают этот климат в этом нуклеусе в любой момент я его задавить убрать хороший маточник у меня есть поставлю сюда нее через два часа примут то есть вот такой процесс развития друзья очень простой по ходу действия вы можете действовать и у вас никаких не будет здесь написано молодая плотно я подставил вчера посмотрю не слетела ли она назад в гнездо она у меня была под колпачком вывелась и я ее выпустил на рамки вместе с рамкой подставил сюда черная молодая плотная была сейчас погляжу что-то я здесь ничего не вижу может она там на низу бегает вот она бегает вот она вот она посмотрите вот видите черненькая вот она вот она вот она вот она побежала видите я выпустил с под колпачка взял ее с расплодом красивая маточка не знаю почему черненькая потому что в основном меня желто-серые итальянские но когда папа тут в саут-кар-лайн и черные живут и пчелы летают черные тоже ты и дочки рождаются черные и так друзья вы смотрели видео осмотр нуклеусов постановка я рассказал как я их делаю как подставляю маточники если есть вопросы комментарии ставьте подписывайтесь если хотите что-то посмотреть там снизу страничка можете купить вот до встречи до следующего видео удачи удачи